Этот «Форман-4», названный по фамилии французского конструктора, учебный самолёт, с которого начиналась российская авиация. Памятник науки и техники, привезённый в 1958 году на выставку при Монинской военно-воздушной академии, первый и главный экспонат Центрального музея военно-воздушных сил в Монино. Тот самый самолёт, на котором поднимались в небо наши знаменитые лётчики Ефимов, Уточкин и другие. И в чём его особенность в том, что он уникальный, и все многие его детали родные, они сохранились до сих пор, в мире таких экспонатов нет. В апреле музей перешёл на летний режим работы. Его двери открыты со среды по воскресенье с 9 утра до 7 вечера. А это значит, что посетителям даётся больше времени на осмотр летательных аппаратов, изучение предметов, связанных с историей авиации. Немыслимые рекорды и смелые технические эксперименты нашли отражение в музейных экспонатах. Эта экспозиция рассказывает о беспосадочном перелёте из Москвы в Ванкувер. Экипаж Валерия Чкалова совершил его 85 лет назад. Летал он на АНТ-25, вот за мной макет этого самолёта как раз, малоразмерный, а полноразмерный макет у нас стоит в ангаре номер 8. Большой размах крыльев, в которых размещались топливные баки, позволяли ему, так сказать, осуществлять вот такие перелёты через Северный полюс в несколько тысяч километров. Каждый год музей посещают сотни людей. Самые желанные экскурсанты – дети. Ежегодно Центральный музей военно-воздушных сил проводит конкурс детского рисунка. Вы посмотрите, какие замечательные здесь рисунки, сколько в них вложено энергии, энтузиазм, какой рисунок, особенно вот этот, он же ведь показывает совершенство нашей авиации. Благодарим администрацию и лично Андрея Алексеевича за содействие в развитии нашего музея. Наряду с выставками музей проводит серьёзную научную работу, выстраивает в единую цепочку отдельные события, экспонаты и биографии пилотов. Здесь представлена у нас выставка, посвящённая 110-летию со дня рождения великой нашей русской лётчицы Марина Михайловна Росковой. Мы здесь показываем её путь жизненный, её личные вещи. Музейная коллекция насчитывает около 200 летательных аппаратов. Вместе с экспонатами получается 54 тысячи предметов, большая часть которых – подлинники. Здесь практически собраны летательные аппараты боевые, не макеты. Данные летательные аппараты времён Великой Отечественной войны. Мечил, Бостон, наш самолёт Ли-2. 45 час времени полётного. За это надо было перенести перегрузки, надо было не замёрзнуть. Это выше человеческих возможностей. Но летали же и побеждали врага. От пилота-авиатора до космонавта. На этой выставке музея раньше никогда не было, но она должна была открыться. За каждым предметом своя история, свой герой. Покрышкин, Леонов, Беляев. В этой витрине форма одежды парадно-выходная маршала авиации Шапошникова. На осмотр формы одежды лётчиков запаситесь временем. Тут и мундир офицера авиационных частей Российской императорской армии, и маршалские кители трижды героя Ивана Кожедуба, лётчика-испытателя Георгия Масолова. Много нового и интересного посетители увидят, находясь на борту летательного аппарата. Перед нами один из таких аппаратов, это Ми-12, который мы будем открывать с 15 мая для посещения. Регулярно, каждую субботу, воскресенье, можно нашим посетителям посетить данный экспонат. Коллекция музея постоянно пополняется. Накануне 110-летия ВВС Министерство обороны передало музею три летательных аппарата. Михаил Налётов, Валерий Жеглей, Щёлковское телевидение.